То, что большое количество людей в Украине не признает эти реформы как свои, направленные для их же блага, по нашему мнению происходит из-за того, что люди в силу инерционности своего мышления продолжают отождествлять Украину сегодняшнюю с Украиной советской в части социальных обязательств перед народом. Нужно понять, что Украина советская, Украина сегодняшняя это разные страны. И переносить тот поколенческий опыт, когда государство в обмен на труд людей обустраивало их жизнь, не стоит. Дело в том, что сегодня наша страна принадлежит узкому группу лиц, миллиардеров и мультимиллионеров. Причем все они находятся у власти, либо контролируют власть, являются ее со стороны частью. И не имеют никакого отношения к народу. Начиная с того, что если мы возьмем Конституцию 1978 года, УССР, там было написано, что Украина общенародное государство. В нашей Конституции такого нет. С какой стати собственники нашей страны должны брать на себя социальные обязательства по содержанию миллионов людей, которые не приносят им прибыли, либо не являются их охраной, либо не являются для них источником удовольствий. Посмотрите, кто сегодня живет плохо? Все те люди, которые не могли вписаться в обслугу владельцев государства. Все, кто являются сегодня обслугой владельцев государства и живут хорошо и не жалуются. Мало того, всячески отстаивают существующий строй, начиная от всяких гнусных политологов с рыбьими фамилиями, перебегающих из один владельца к другой, и заканчивая звездами театра и кино, и эстрадой. Никто не жалуется. Разве Таисия Павелия жалуется на жизнь? Нет. Это не значит, что она плохая певица. Она божественная певица. Но я еще раз хочу сказать, что все, кто не вписался в обслугу владельцев страны, жалуются на свою несчастную, никчемную жизнь. Но с какой стати владельцы нашей страны будут заботиться о 14 миллионах пенсионеров, о каких-то детях, о каких-то многодетных, про инвалидов я вообще не говорю. Когда наша страна в виде заводов, фабрик, инфраструктурных объектов, ГОКов, это горно-обогатительные комбинаты, нефтеперегонных заводов, карьеров, шахт, досталось нескольких сот семей в нашей стране. Вместе с этим, по казусу судьбы, вместе с этим им досталось и население. Но ни один же никогда, ни один владелец страны не претендовал на это население. Они его не просили. И сегодня основная задача стоит в том, чтобы быстро и, самое главное, эффективно, как можно дешевле избавиться от всего этого, от всего того, что находится в зоне умирания. Почему мы говорим быстро и эффективно? Потому что, прежде всего, все эти люди, которые требуют к себе социального отношения со стороны государства, они проедают ресурсы, ежедневно проедают ресурсы. И неоднократно мы говорили, что эти там всякие нищие, эти там учителя, врачи, почти каждый день есть хотят. Во-вторых, они все в будущем, опять же, нищие пенсионеры. Первое, чтобы избавиться от них, нужно что сделать? Первое, чтобы вытеснить их за грань социума, первое. Второе, добиться того, чтобы их социальное пенсионное накопление и все, что там было раньше в обязательствах, они до этого, прежде всего, не доживали. Ссылаясь, конечно, при этом на опыт наиболее развитых стран, где уровень жизни на 10, 15, 20 лет выше, чем наш. И, в-третьих, это выдавить их из страны. Потому что, по оценке немецкого политического института, берлинского, прошу прощения, для того, чтобы существующая система вошла в равновесие в Украине, при существующем режиме не партии Редионов, не Виктора Федоровича режима, а режим, когда существуют владельцы страны, в Украине сверх достаточно 4 и 5 миллионов. Все лишнее должно быть утилизировано. С какой стати миллионы украинцев думают, что владельцы страны должны о них заботиться? Давайте подумаем наоборот, что это люди сегодня должны платить за свое право жить на их территории. Такая постановка вопроса является более правильной. И мы видим, что владельцы страны постепенно поднимают стоимость жизни на их территории. С какой стати они будут снижать коммунальные расходы, когда все генерирующие мощности, все водоканалы, газы и все принадлежит им? Почему они должны терять прибыль, если кто-то не может платить? Не можешь платить, не пользуйся. Такова суть. И с этой точки зрения все реформы, которые проводятся и будут проводиться в Украине, являются эффективными и правильными. Потому что они направлены на то, чтобы владельцы государства, а это их государство, могли получать большую прибыль и соревноваться по богатству не с какой-нибудь там невнятной Венгрией или Румынией, а по богатству соревноваться с Россией, Великобританией, Германией и США. То есть наши владельцы нашей страны бросают вызов самым богатым людям планеты. И во всех этих смыслах, зачем им нужны сельские школы? Для чего? Сельские поликлиники. Что? Для чего? Почему? То есть зачем нужны больные, которые не в состоянии оплачивать свое лечение?